представляем телефон к 3 аукетел к 3 что собой представляет данный телефон во первых это продолжение линейки телефонов с большими батарейками по техническим параметрам достаточно внушительный но является стандартным для нынешнего времени 5 5 дюймов android 7 4 гига оператива естественно встроенная память и достаточно должна быть приличная камера кстати как снимает камера смотрим конце видео сегодня пасмурный день поэтому должно быть видео немножко как раз более четкая потому что на солнечном дне камера обычно хорошо снимает все комплектация комплектацию данного телефона входит пленка запасная зарядное устройство под micro usb не usb 3 0 экспресс зарядка экспресс зарядка у нас 975 вольт скрепка инструкция пока 3 на английском языке что куда нажимать гарантийный талон от аукетел а также вот лежит от и джи кабель посмотрим на сам телефон и на его внешний вид сам телефон внешнем комплектацию будет еще такой бампер с логотипом аукетел его можно снять он с полиуретановый мягкий сам телефончик у нас имеет угловатые вот закругленные края и в руке достаточно удобно крутится но опять же зависит от размера руки внизу зарядное устройство похоже на пластмассу такая виде стекла крышка она не открывается легко нужно инструмент специальный внизу находится зарядное устройство значит там находится планка и можно менять ее то есть случае поломки зарядного устройства внизу это делается легко сверху 35 разъем для наушников кнопки включения и управления телефоном находится у нас правой стороны здесь же находится и лоток давайте посмотрим на сам лоток толкается легко что-то похожее на металл очевидно можно поставить две наносим карты либо одну наносимку и карту памяти учитывая параметры данного аппарата то здесь можно поставить не меньше сто двадцати восьми гиги дополнительной памяти проводился тест начнем сначала по тесту телефона что собой представляет сам телефон по датчикам какие датчики присутствует понятно акселерометр гироскоп но из таких необычных датчиков есть магнитное поле а значит можно купить книжку которая будет включать экран и закрывать ну куча разных функций понятно что работает компас датчик освещенности датчик приближения он присутствует все на этом заканчиваются все основные датчики которые используются в данном аппарате дальше gps понятно что есть встроенный gps как это работает нужен тест точно не занимаемся этим но думаю с этим уже проблем давно нет с инфекей функция инфеки под но поддерживается то есть не поддерживается либо она не включена bluetooth понятно что есть от инфекей нет а и r с поддерживается некоторые функции и так по камере камера 1555 16 мегапиксельная ну производитель обещался диск камера sony от 16 мегапикселей и передняя кстати тоже 16 мегапикселей здесь по 2 2 спереди 2 сзади всего 4 камеры но как это снимает посмотрим конце видео количество пальцев мультитач не знаю как вы но я вижу мультитач только на три касания вот каким образом удалось сэкономить мультитач на три касания они на 10 это уже экономия процессор 6750t частота полторы тысячи 8 ядер это нужно для того чтобы подвязать понятно 4 гига оперативной памяти системная информация оперативная память 3815 не 4 точно ну 4 это считается full hd дисплей хороший показатель красивые картинки получаются ну и встроенной памяти 64 гига доступно 53 гига что еще хочется отметить по этому телефону пока перейдем тесту antutu внизу из кнопки управления кнопки управления в отличие от других конкурирующих производителей кнопка управления именно этого телефона они здесь внизу выделены сейчас многие производители просто делают шторку также датчик пальца не просто прижимается датчик пальца он еще и является кнопкой как самсунге для возвратки можно пользоваться такой вот функционально камера автофокус присутствует хорошо ли это плохо ну посмотрим когда снимем небольшой видосик и так контуту вот самое интересное пожалуй здесь ну как я ожидалось телефон не является премиальным я набрал все 43 341 балл рейтинг не будем рассматривать где-то среднячок опять же подтвержденные параметры по антуту камер и тому подобное что и предыдущий тест можете просмотреть 64 битный android молитв 860 графический цпу в принципе все подтверждено и все датчики в том числе но я бы хотел показать просто начало теста и объяснить что все таки медиатек процессор он хорош если вам нужен оптимальный телефон большим аккумуляторами долгой работы в интернете но к сожалению он не справится с игрушками так бы как хотелось проведем начальное тестирование и она все покажет самом начале видите вот это дергание она присутствует уже конечно не так как на телефоне 3 гига оператива но недалеко от него ушло с точки зрения производительности процессор этот не такой уж крутой скажем так слабоват проигрывает другим но здесь вообще видно что тормозит дальше не будем даже показывать из дополнительных функций что здесь есть есть некоторые урезания есть некоторые новинки например появилась функция подсказки мы можем видеть подсказки что сделать телефоном чтобы его улучшить также у нас есть функция из таких необычных функций это интеллигент ассистент что позволяет с помощью определенных там нажиманий делать скриншоты а также smart wake функция вот больше ничего здесь не добавлено но это и понятно потому что есть у нас play market и в принципе большинство вещей можно добавить через play market решил производитель этого не делать можно сделать выводы дизайн телефона конечно очень интересный телефон немножко из-за этого кажется уже чем другие его представители полностью вот к примеру возьмем телефон подобные но он уже пошире но это только кажется из-за того что закругленные углы правильное размещение всех элементов управления решение от samsung взятой кнопки при нажимании также датчик пальца не сзади это неудобно реально здесь более удобно когда внизу и самый конечно большой огромный плюс данного телефона что здесь батарея в 6000 миллиампер это колоссальная конечно преимущество этой модели вес она предоставила телефону немалый но при этом он небольшой за счет округленности и 4 гига оперативы это тоже хорошо понятно в паре с этим процессором я думаю что 364 гига работала бы одинаково ну возможно больше можно запустить процессов одновременно комплектация достаточно не бедная телефон очевидно будет популярен его цена нынче достаточно высокая рассчитываю что это обычный флагман который упадет цене долларов на 50 ближайшее время но будет популярен так как и предыдущие подобные телефоны аукетел к 6000 к 6000 про к 6000 плюс все-таки это хороший бренд и сомневаться в качестве не имеет смысла единственное что происходило с подобными телефонами за все время их эксплуатации то это их часто роняют к сожалению не любят эти телефоны падений так прочими любые другие телефоны например взять samsung дальше смотрим видео как снимают эти две камеры действительно ли они sony так как тесты не показывают что они sony еще раз зайдем может antutu не обратил внимание но по-моему antutu по инфе не показывает что это камера sony никакой информации о производителе камер но посмотрим что она снимает спасибо посмотрим данной модели динамики не очень громкие скорее всего здесь он один хотя нарисовано два для красоты как две выхлопные автомобили посмотрим как это выглядит в ю тубе на телефон не громкие однозначно а и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...